Всем привет! Это канал I Like Pet и в сегодняшнем ролике мы дадим несколько советов для стрижки кошачьих когтей. В естественной среде животные располагают множеством возможностей, чтобы сточить коготки, облегчив их обновления. В домашних же условиях котикам не остается ничего иного, как удовлетворяться когтеточкой, обоими или дверными косяками. Регулярное подстригание кошачьих когтей устраняет и минимализирует большинство проблем. Рядом с рабочим местом установите светильник, чтобы можно было тщательно осмотреть коготок, определяя где начинается пульпа. Вымойте руки с мылом, обработайте их антисептиком, продезинфицируйте. Избранный вами инструмент для отстригания когтей. Деликатно усадите котика на колени, спиной к себе, возьмите в руку лапу, которую первой будете обрабатывать и крепко ее зафиксируйте. Если животное начнет активно возражать, запеленайте его в полотенце или обредите в комбинезон. Возможно, придется призвать на помощь ассистента. Мягко надавите пальцами на центр подушечки, чтобы коготок выдвинулся на максимально возможную длину. Представьте когтерецку к загнутой части коготка, выбрав правильный угол по линии его роста, то есть обрезанный коготь по форме не должен отличаться от необрезанного. Направление обстригания снизу вверх, отступив от края пульпы не менее чем на 2 мм, отрежьте часть коготка одним движением. Если на коготке остались шероховатости, можно избавиться от них с помощью пилочки, надфиля с алмазной насечкой или бруска. Только учтите, что трение обычно вызывает у животного крайнее раздражение и беспокойство. Кроме того, существует риск расслоения когтя, если с излишним усилием обрабатывать его края. Нажим должен быть легким. Постригите все коготки, после чего угостите кошечку лакомством, даже если она не проявляла покорности. По окончании процедуры желательно убедиться, что вы обработали каждый коготь. Один забытый острый коготок может создавать для животного дискомфорт. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.